Вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Что, Евгений Иванович? Да, 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 да. Мы тут веселимся. Да, сбили меня даже с мысли. Погода у нас, потому что весенняя такая прям... Эх! Да. Возьмёшь три месяца зимы, получи четвёртый бесплатно. Да, это у нас акция. Я боюсь, что и пятый будет. Если так начнётся, то я как-то вот помню, что ходили мы на майских парадах под снегом. Тоже бывало. Так что, ну, с другой стороны, тут птички мои подкармливаемые и счастливые. Искренне надеюсь, что и у многих других кормушечки стоят, потому что певчая птица просто не выносит такой погоды. Она помирает и максимум треть доживает до настоящей весны. Она просто без человека не прокормится. А это ужасно жалко. Подмосковье, да, достаточно богато чайщим народом. И они как-то привыкли в последние зимы даже и не улетать. Многие улетали, но остаются. Тут удивительным образом на настоящую зимовку остаются перелётные. Опять же, многие перелётные... Куда им перелетать? Они же летят через те самые края, где сейчас любимая политологами арабская весна, а потом гражданская война в Сирии. Полят по ним там немерено. Ну, не любят животное войны. Оно как-то так... Шумно, наверное, опасно. Убивают. Убивают всех. Убивают живую природу, изничтожают её насмель. Поэтому, наверное, сегодня давайте посвятим первый час. Давно мы об этом не говорили. В Сирии очень давно не говорили, а там происходит много интересного. Потому что заявление начальника российского генерального штаба о том, что ежели будет нанесён удар по Дамаску, то в ответ будет грустно. Я-то уж на простой русский язык перевожу, что Валерий Васильевич Герасимов сообщил. Ну, это вещь достаточно беспрецедентная. Во-первых, потому что военные, наши, во всяком случае, военные, в отличие от очень многоговорящих американских военных, у нас как-то генералитет обычно действует в рамках предписаний по службе, но не очень даёт интервью, вот кому ни попадя, лишь бы его заметили, и в журнал «Мордой лица» он попал. И вот если такое сказано, то это означает, что подумать надо очень серьёзно, потому что там всё насыщено нашими военными, нашими дипломатами, вообще нашими сотрудниками. Действие Соединённых Штатов в Сирии, честно говоря, военным поперёк горла. Дипломаты, вообще-то тоже им это поднадоело, но они же на то и дипломаты, у них работа такая, терпеть. Ну да, вот говорили, 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 мучили тему, с очередным госсекретарём чего-нибудь подписали, выяснилось, что он ни черта не мог, а чего тогда останавливали военных во взятии Восточного Алеппо, если этот, который подписывал с американской стороны, не мог ничего. Теперь уже следующий президент, следующий госсекретарь, но Тилерсон от Лаврова просто бегает. Ну бегает, потому что ему сказать нечего, человек он всё понимающий, Россию он хорошо знает. Видимо, держать вот такое выражение лица, он всё-таки большой нефтяник, как обычно держит профессиональные вруны. Ну у нас же есть Ники Хейли и масса других. Профессиональные, да? Да, которые, они, может, в личной жизни и ничего, но вот пришла эта девушка среднего возраста в ООН к микрофону, и Остапа понесло. Да, она была даже губернатором какого-то штата. Слушайте, это не важно. Она же американский политик. Американский политик должен в первую очередь много врать. Наш политик, он может много не врать. Назначит, назначит, он же какой он политик, господи. У нас даже не политик, да, по большому счету. Ну, какие они все политики? Ну, вы же видите кругом. У нас сейчас очень ярко и выпукло. Мы видим, какие бывают люди, которые называют себя российскими политиками. Да и как-то вот мяу. Не политиками бы они были, а может, что-нибудь там для души делали? Вышивали бы гладью, или, может быть, занимались бы уборкой мусора в Подмосковье. Было бы роскошно. А так выходит, то одна наглая морда, то другая говорит, я политик, я политик. Тьфу. Ладно. Американские, они бесхитростные. Там вообще с этим все здорово. И там не было никаких на эту тему, кстати, иллюзий. У нас же на рубеже 90-х были дикие иллюзии, что вот сейчас, да придут честные, да они не замазаны членством в коммунистической партии. Пришли. В том числе и те, которые были не замазаны. Почему замазаны до сих пор? Не понимаю, но тем не менее. Тоже мне. А вот единственное, что у них было, это что они нигде не были и ни к чему не были причастны. Новодворская. Нигде не состояла, ни к чему не была причастна крупный оппозиционный политик. Ну, крупный. Толще меня была. Дальше что? Делать-то что-то надо на каждом месте. А что ты умеешь делать, если ты никогда ничего не делал? А вот это была ужасная загадка. В Америке не так. Поэтому хоть человек в госдепартаменте, хоть он был сенатором, хоть он был губернатором, хоть бы кем он не был, как правило, он все равно много говорил. Анвуарбе это называется. На иврите много врали. И там с политикой вообще все очень здорово. Особенно если есть какая-то тема, которая направлена на нас. Сейчас последняя фенечка. Путин давал интервью. Его спросила белокурая Жози такая. Помните фильм «Неловимые мстители»? Вот они нам такую прислали на тему того, кто же все-таки там вот с Америкой так сделал, что вмешательство. Почему вмешательство? И он даже не очень раздраженно пошутил. Почему русские? Может, там какие-нибудь хакеры были. Евреи, татары. Ну, нормально. Китайцы, я обычно говорю в таких случаях, чтобы не обидеть никого из жителей страны, потому что шансов, что на тебя китайцы подадут в суд, очень-очень мало. Какой поднялся вопль. Причем не со стороны тюрок, неважно, татар или всех остальных. Зъерепенились американские и еврейские организации, сказав, что это прямо антисемитизм. И левые израильские организации, которые дико раздражены тем, что премьер государства Израиля, не ты ни ягу, ну, к Владимиру Владимировичу встречаться, ездит как на работу. А это действительно так. Во-первых, у них как-то так нормально получаются разговоры, и семимильными шагами сотрудничество растет, множится, ширится. Во-вторых, не удалось стравить израильских и российских военных на сирийской границе. Вот все делали, не удалось. И это ужасно раздражает, во-первых, американцев, во-вторых, леваков. Там вспомнили все. Ну, сказать, ребята, вы идиоты. Ну, о чем вы говорите? Причем здесь антисемитизм? Последнее, о чем можно наших обвинить, это сегодня в этом. В советской власти можно было. Сидели. Даже министр Щеранский, бывший, на ней глава Сахнута сидел. А сейчас узник Сиона один. И он сидит в Соединенных Штатах Америки. И кто это? Поллард. Который дал ближайшему союзнику Соединенных Штатов Израилю информацию о враге Соединенных Штатов Иране, которую американский официоз Израилю почему-то не давал. Ну, так получилось. Не просто посадили. Его категорически не выпускали. Просили позже не один десяток лет у всех американских президентов. Просили нифига. В результате ему сейчас запрещено даже в перспективе эмигрировать в Израиль. И после этого, ребята, вы нас в чем-то обвиняете? Нет, себя нет. Себя родных, ну извините. Но это же факт. Вернемся к Сирии. Нехорошо там. Это понятно. Уже давно пришло. И нехорошо, не просто, а иллюзии по поводу зон деэскалации и того, что удастся без проблем. Ну, собрали Турция, Иран и Россия подведомственных им боевиков из союзных им групп. И сказали им, люди, разойдитесь в разные зоны деэскалации. Вот мы гарантируем, что вас убивать не будет, если только вы ведете себя прилично. Но извините, боевиков исламского государства и боевиков Аль-Каиды, которая сейчас Тахри-Рашам, это не касается. Но Аль-Каида за рамками закона. Логично? Логично. Ничего подянулось. Ничего не логично. Из зоны деэскалации обстреливается Дамаск. Погибают мирные жители. Зоны деэскалации обстреливают. Хорошая зона такая деэскалации. Центры по примирению России, по посольству лупят. Шикарная зона деэскалации. Более того, там обнаружено, сейчас ее потихоньку зачищает сирийская армия, вообще-то говоря, десятки тонн химических веществ. Там обнаружено было, вот сегодня с утра было сообщение, фабрика по производству химбоеприпасов. Но ОСХО, организация по запрещению химического оружия, на такое вот ведомство ООНовское, туда не поедет, потому что опасно. Класс. То есть, когда что-то получается в качестве письма, голубок прилетел, на крыльях которого надписано, по нам тут химическим оружием ударили злые сирийские военные АСАД. Тут вопль идет на весь мир. Когда у тебя небольшой кустарный, но заводик по производству химоружия и склады, где эта хим дрянь лежит, обнаружены в зоне, контролируемой боевиками, нет, туда никто не поедет. Почему? Зачем? Опасно. А зачем? Нет, во-первых, зачем. Ну, понятно, логика опасна, а что вы вообще здесь делаете тогда в этой организации? Но тут же другая карамболь. Когда действительно у Сирии запасы химоружия были мамонегорюй, то тогда российское предложение договориться с АСАДом, а хим разоружений, было принято на ура. И Лавров был хороший, и Путин был замечательный, и все были хорошие. Когда процесс этого кончился, причем признал это весь мир, вот было два объекта под боевиками, тут с ними ничего сделать не могли. Что у АСАДа было, он все сдал. Все, ребята, по-честному, надо говорить, ну, нет у АСАДа химоружия, все, мы его за это атаковать не будем. Дальше началась та свистопляска, которую мы знаем. Каждый ленивый кричал в прессе, по телевидению, в ООН, химоружия АСАДа, химоружия АСАДа, химоружия АСАДа, умерло два человека, умерло 20 человек. Ребяты, была такая битва под Ипром, от которой произошел Иприт, название газа. Страшный газ, да. Мы знаем, что такое химическое оружие, когда его применяют. Мы знаем, как Саддам Хусейн против курдов применял химическое оружие. Вы имеете в виду больше жертв должно быть, да? Несопоставимо больше. Жертв сотни, тысячи, десятки тысяч. Жертв на полях Первой мировой войны, ну, сотни тысяч были. Какие 20 человек, какие три человека. Понятно, что вы глушите друг друга в гражданской войне и Сирии всем, чем пудруку попадя. Хлор, хлор. Из удобрений дрянь какую-то производите. Из удобрений. А вопрос, кто в основном глушит? Асаду это не надо. У него есть российский ВКС. У него под боком иранцы. И он переломил ситуацию. Чего ему химическое оружие использовать, чтобы протравить кого? 20 человек рядом с Дамаском, в дамасских химках. Ну, да, химки условные, 400 тысяч жителей, порядка 100 гектара, а не 3 гектара. Но пригород Дамаска, какое химоружие, зачем ему это? Есть понимание того, что сейчас это нужно только боевикам для того, чтобы ударить по Дамаску, по осуду. Американцы имели шанс. Чего наши их предупреждают. Англичане тут же влезли, французы уже сказали, еще вообще ничего не зная. Ну, французский петух первым кукарекает, он рано встает. Ну, чем это кончится? Потому что, на самом деле, есть же такая вещь. Терпилка у отечественных военных, она большая, но далеко не беспредельная. И вот они терпят, 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 а потом могут немножко врезать. А потом, если там, куда они врежут, в составе Аль-Каиды окажется почему-то большое количество западных инструкторов, а как они там оказались, и откуда они там взялись, и зачем они там взялись, и почему они там взялись. Никто не помнит, чем кончилась война в Корее, война во Вьетнаме. Можно посмотреть, в Википедии все написано, количество потерь, число самолетов сбили, вообще много чего. Но ситуация движется упорно, так проталкивается ровно в эту сторону. Потом люди удивятся и скажут, ой, а мы же думали, вы не серьезно. А вообще им уже серьезно говорят. Дело в том, что если, ну вот что такое, если в Восточную Гуту зачистить, угроза Дамаска снимается на всю оставшуюся длительную жизнь. Причем по Восточной Гуте и с орданцами, и с израильтянами. Все же давным-давно проговорено. Никому эта Аль-Каида там не нужна. Если кто-то думает, что орданский король, в большом счастье от того, что у него не сильно далеко от границы сидят исламистские боевики, то этот человек сильно ошибается. Если кто-то думает, что это очень радует израильтян, то ошибается еще больше. А дело в том, что сирийская армия там потихоньку рассекает англов. Понятно, что она его сначала рассечет на двое, потом на более мелкие части. И что-то подсказывает, что военное планирование здесь российское. Потому что уровень военного планирования, который мы сейчас добились, он как-то сильно отличается от тех полухаотических действий, которые предпринимают разные генштабы регионов. Но вот на сегодняшний момент Восточная ГУТа разделена на Северная и Южная зоны. Там 11 гуманитарных акций, там построены гуманитарные коридоры. Ни черта по этим гуманитарным коридорам никто не выходил, потому что по ним просто палили. Первый был случай, двое детей прорвались. Потом, ну так уж получилось, там два человека вышли, 13 человек вышли. Вся западная пресса подала со смеху, 13 человек вышли. Дело в том, что выходили разведчики. Выходили люди, которые, вообще-то говоря, проверяли. Просто проверяли. Там вот те, кто выйдет, их немедленно возьмут и расстреляют, как им все время говорят их аль-кайдовские друзья, американцы, англичане. Или это действительно коридор, по которому ты можешь вывести семью и прекратить вести бои в этой гражданской войне, которые уже понятно, что она не выигрывает. Если при этом Восточная ГУТа не зачищена. Если аль-кайда остается там на иголочке снабжения медикаментами и продуктами питания наших западных коллег, а там с этим снабжением все хорошо. Не случайно ООН-овцы из кожи вон лезут, чтобы все шло никакому не населению, а всем-всем-всем. Ну, то есть, объявление осталось дать в газетах. Снабжаем аль-кайду медикаменты, продукты питания, перевязочные материалы, боеприпасы, подпись, организация объединенных наций. Все хорошо. Ну, или, точнее, американцы, англичане, которые в основном играют чуть-чуть французом. Этого они не делают. Наши дипломаты ведут арергарные позиционные бои, пытаясь согласно логике, действительно логике, добиться того, чтобы ну а все было по правильному, по чесноку, как говорят в современном жаргоне. Видимо, понимая, догадываясь, что на них не обращают внимания по определению и врать, и снабжать террористов будут просто вот максимально. Потому что задача-то все равно стоит, что говорили, свергнуть Асада. При этом масса информационных брусов, провалился процесс восстания, провалился конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Все провалилось, ничего больше не будет. Опять единственная задача только свергнуть Асада. Ага, тот-то у нас вот-вот на носу саммит Ирана, Турции и России. Очередной. И все провалилось. А саммит откуда? А как это? И почему-то без американцев. Понятно, что кусок за куском от этой территории отделяются. по различным расстояниям от Дамаска, 6 километров, 12 километров от Дамаска, вот город-спутник Дума в 12 километрах. Но единого анклава Восточная Гута, закрытого террористами от властей, больше нет. Что это означает по законам классической военной науки? Это агония. Она не обязана быть скоротечной. Сколько отбиваться будут, столько будут. Никто на них идти плотной психической атакой, как в гражданскую войну в фильме Чапаев было, в росток на пулеметы, не пойдет. Но, тем не менее, есть четкая динамика. И это прекрасно понимают в американском комитете начальников штабов, в котором ни чуть не меньше сидят профессионалы, чем в нашем генштабе. Но, к сожалению, под давлением политиков либо молчат, либо несут вот как бы некоторую пургу. Дело в том, что пригород Хараста, по которому сейчас блокирование гарнизона, деблокируется, это контроль над стратегическим шоссе Дамаск-Холмс. Если говорить о мелких населенных пунктах, можно долго перебирать, какой из них берется первый, какой второй, как идет операция, медленнее или быстрее, чем это планировалось. И тем не менее. Ну, вот Альманар, ливанский телеканал близких к Избаля, говорит, что войска Асада контролируют 54% восточный ГУД. 54%, 50%, 60%, я не знаю. И никто не знает. Ну, динамика идет. Но мы видим, что идет наступление, что у нас три наступления тигра и генерала Сухейла, очень серьезного и получившего гигантский опыт в рамках последних двух-двух с половиной лет гражданской войны полководца, который очень серьезно относится к нашей военной. Они его считают вполне справедливо, наиболее эффективным на поле боя из сирийских генералов. Дальше сирийская армия, я имею в виду сейчас армию Асада, замыкает кольца окружения вокруг крупных городов внутри Восточной ГУД и отрезая их один от другого. Вопрос затруднения атак боевиков. Нормальная полевая обстановка. Ну, вот помните, в свое время у нас каждый день в Великую Отечественную войну выходил Левитан и очень сочным голосом говорил, войска украинского или белорусского. Ведут наступления, заняты те или другие населенные пункты. Вот абсолютно только без Левитана это все работает. И причем работает в уникальном формате, потому что одновременно боевиками ведутся переговоры с теми группировками, с которыми эти переговоры вести можно. Чего на самом деле ни в каких из наших войн отродясь никогда не велось. А в ситуации, когда мы вмешались в сирийскую гражданскую войну, это реально. Сейчас у нас Лура Стадницкая с новостями. Некоторые новости, да. А потом продолжим. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Иванович, мы в эфире. Не могу я себе отказать в удовольствии пообщиться с радиослушателями, потому что требование ультиматума, настоящий же ультиматум от англичан мы получили. Вы помните Барон Мюнхгаузен, Англия сдалась. Ну, может, давайте поговорим на тему вот этого ультиматума чуть-чуть. К вечеру вторника. Это сегодня, что ли, к вечеру? Слушайте, я не очень понимаю, а мы уже являемся частью Британской империи, над которой когда-то никогда не заходило солнце, а теперь от нее два с половиной огрызка. Уже даже и не Гонконг. Но Гибралтар еще от испанцев кое-как обороняется. И то, по-моему, в основном гибралтарские макахи помогают. Да вообще империя разваливается. Империя давно развалилась. Не, я понимаю, есть острова Джерси, прекрасная часть Франции, которая Британия. Есть Белиз. Есть много чего. Даже Диего Гарсия теперь больше не британская колония. Но есть Британские и Виргинские острова. Да, Бермуды есть, помню. С Бермудским треугольником. Выходишь на берег в Бермудах, непременно бери паспорт, потому что мы британская колония. Да что бы вы сказались. Вот, ребят, по поводу этого ультиматума к вечеру сегодняшнего дня, чтобы мы им, как я понял, как у страшилы, волшебники изумрудного города, сделали три шага вперед, там реверанс на ковре. Какие есть варианты? 5533-Вести. Т1. Ответ вовсе не обязательно от руководства. В конце концов, у нас, в конце концов, народ грамотный. Аглицкий язык изучают практически все. Найти с адрес почты хоть премьер-министра офиса, хоть МИДа, ее величество, к ее величеству никаких проблем, она от нас ничего не требует. У нее собачки-корги очаровательные, шляпки. Мы ее на марках любили с ее юности, она была всегда очаровательная. А вот к правительству ее величества тут возникают большие проблемы. Больно много пурги метут. И вот здесь же писать-то могут все. Ну, может, уже пора ответ в стиле того, который запорожцы исторически направили турецкому султану. То есть матом? Ну уж чем придется, простите, пожалуйста. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы писать по-русски. На английском есть масса не менее сущных ярких выражений. Заодно это... Масса, по-русски. Масса. Масса, да? Масса, батенька. А если вы еще шекспировский словарь прочтете, ой, как их много. Пара штук, это вы просто по-русски говорите существенно лучше, чем по-аглицки. Да ну что? Может быть, им ответить действительно? Можно до вечера вторника, можно после. Но вот просто ровно так, как писали запорожцы письмо турецкому султану. То есть, первый вариант ответа... Ты один. Ответить, как запорожцы. Как запорожцы султану. Только не государство должно этим озабачиваться, естественно. А вот просто народная масса. Можем же мы развлечься? Вполне. У нас же демократия. Демократия. Гражданин может обратиться не только к своему правительству, но и к правительству любому. Если Британия хочет ультиматумы нам выставлять, почему же она не должна получить обратно щедрый ответ? Т-2. Забыть об этом. Просто вообще забыть. Ну, невежливые люди погорячились, глупости всякие пишут. Ну, у них же всегда с нами так было. Помните? То у них там Гетман Полуботок сидел. Заметьте, с двумя бочонками золота. Откуда он их взял, эти бочонки? Ну, украл, естественно. Откуда берутся бочонки любой СКВ, хоть бы даже из золотых дублонов, испанских полупистолей или чего угодно другого, талеров, которые украдены здесь, на континенте, в первую очередь у нас, и увезены в Британию. В Британии же, известно, денег не выдают никогда. И действительно, помер-то Гетман Полуботок давно было. Век 18-й, насколько помню, времена Петра. И где то золото? И кто его видел? И сколько оно сейчас бы тянуло? И как с процентами? Правда? Ну, идите-найдите. Хотел бы с интересом посмотреть. И, наконец, Т-3. Ну, ответ в стиле Советского Союза. Мы на всех границах Великобритании выводим и с интересом наводим на острова все то, что у нас есть навести, и радостно, приветственно машем рукой. Понятно, что граждане не могут вывезти и навести. И это уже работа государственная. Но в целом, ответ вот такого. Я не предлагаю ни в коем случае ответ в стиле, ну, давайте сдадимся. У нас же, да, на разных политических дебатах мы постоянно, то там Некрасов, то там Надеждин, то там Станкевич. У нас евролюбцев много. И даже и не хочется разбирать, кто из он их так старается. Потому что без Европы мы никак, мы нищие, сирые, убогие, нам никак, никак. Мы ничего не построим, мы не построим цифровую экономику. Вообще у нас ничего не будет. А кто просто домишку охраняет на меловых скалах Альбиона? Или есть куда более симпатичные идеи. И вот я тут сынишку, дочурку только-только пристроил за большие деньги учиться куда-нибудь, что же вы делаете? Бывает такое. Помните, первый англофил, насколько помню, в нашей литературе, это у Тургенева. Базаров там лягушек резал, а там был еще какой-то дядюшка, который ужасно любил англичан. До того все больше любили французов, а он англичан. И тем и отличался. И кто бы спорил, церемония 5 o'clock, неважно в какой она час, совершенно очаровательная. Помню, в каком-то лондонском отеле она обаяла меня, человека толстого, огромным количеством кексов, джемов, маслица, сортов чая. Мы к англичанам очень близки еще и в том, что помимо любви к чревоугодию и к комфорту, нам очень мил британский роздбиф. Пирог с почками у них ничего. Чай мы очень любим, мы вот водохлебы. Мы прям чай это да. И там есть сорта чая, которые я видел только в России, и вот в Великобритании их никто нигде больше не знает. Тот же Лапсан Сушон, мой любимый копчен. Но это не причина того, чтобы хамить и ультиматуру выставлять. Требятся у вас ваши упыри, которые от нас сбежали, все предав. А мы что можем сделать? Можете ли поделать? Джеральд Даррелл прекрасный, Шекспир, слава тебе Господи, был Шекспир, ура, театр Глобус. Великая английская литература 19 века, как моя мама любила Диккенса. По-моему, зря. Почему же здесь зря? А потому что я Уилки Коллинз оценил гораздо больше, честно говоря. Да много всякого было. С животными они как-то очень правильно развили эту тему. Много-много разного. Но не всегда так было. Ай, погода, да. Но голосование идет. Евгений Иванович, у нас продолжается опрос на тему британского ультиматума. Нам всю мою жизнь, нам Британия дает ультиматум. До моего рождения давали ультиматум. Вы помните ультиматум лорда Кирзона? Что же он значит? Да никто уже не помнит, что они, собственно, от нас хотели. Это было во времена ранней советской власти. Но помнится, что был такой лорд Кирзон, и он нам ставил ультиматум. И мы его тогда, в годы советской власти, посылали туда же, куда обычно посылаем Британскую империю со всеми ее ультиматумами. Ну, более того, в Крымскую войну Британия, Франция, Турция, да, опять, шерочки-смашерочки, этот прообраз блока НАТО. Они же нам тоже всяких ультиматов выставляли и перемалывали свои войска в Крыму. А теперь они же даже до Крыма не дойдут. Не доплывут. Потому что достойные моряки по морю ходят, а вот которые в проруби, они плавают. Это к вопросу о британском флоте, состояние которого говорит о том, что он как раз плавает. И вот Т1, Т2, Т3. Т1 – общенародный ответ в рамках знания английского языка, эмфатической лексики, история о том, что писали казаки атаманскому султану. Картины все могут посмотреть. Т2. Ну, вообще не обращать внимания. Собака лает, ветер носит. Т3. Ну, ответ куда более жесткий, но уже от имени государства. Именно ответ на ответ. Нет, чтобы ответка у людей отвалилась. Потому что Маргарет Эйчер была, конечно, железной леди, и на аргентинское хамство с Мальвинскими островами, они же фольклендские, поступила так, как Содома с Гаморрой не поступала в соответствии с Бабелем. А мы чем хуже? Да я думаю, ничем. Этот конкретный британский опыт, сегодня переложенный на наше соотношение сил, он очень и очень конкретный. Я бы вообще в качестве побочного ответа, у нас же санкции, да, ото всех, я бы еще тот сектор, который Медведев с Норвегией урегулировал, урегулировал обратно. А Норвегия-то тут бедная при чем? А чтоб знала. Ага, понятно. Потому что Шпицберген, моря северные, да и Норвегия же тоже к нам относится плохо. Ну, как-то так. А при чем здесь Норвегия? Ну, как тот кандидат, который говорит, а при чем к нам? Вот при том. А следующее это называется, мы у вас и Северное море с вашей нефтью, может быть, оспорим, мало ли что бывает. Но вернемся к Сирии. И так, российские военные дипломаты, военные специалисты по переговорам, согласно сообщению генерал-майора Золотухина, ведут переговоры с теми лидерами группировок, которыми можно вести, про-саудовскими и про-турецкими. Например, Фейлакар-Рахман. Им объяснено, что они могут спасти себя, исключительно размежевавшись просто позавчера, с Аль-Кейдой, с Джабхатан-Нусрой. Все. Никто больше не будет играть в игры, как в Восточном Алипе, откуда Джабхатан-Нусра тоже вышла. И нас тут спрашивают, а что они выходят? Ну, чтобы не перемалывать их вместе с семьями. Они же прикрываются гражданским населением, и не более чем. Но с Джабхатистами игр больше не будет. Они есть сегодня пехота американская и британская в Сирии. Основная опорная сила против АСАДа. Большое спасибо, они в списках террористических организаций, вот их и надо уничтожить. Все. Нравится, не нравится, но это есть так. Основной оплот непримиримых в городе Дума, например, в Восточной Гуте, это та же Джабхатан-Нусра. Ну же, дерь поделать. Значит, турки могут заниматься своими играми на севере, в Африне. Их же никто не может помешать. Не, ну их американцы пытаются остановить, а остановить его Эрдогана. Остановить Эрдогана... Союзника по НАТО, да? Ну, не очень как-то. Остановить Эрдогана может только Путин. И то, потому что он его боится, на самом деле, до икоты, хотя делает вид, что все хорошо. Американцев-то он не боится. И поэтому, ну, это называется, хватит, ребят, на югах фулиганить. Вот у вас есть ваши группы, ну, проявите себя. Вы же обещали, что они будут не любить Аль-Каиду. Ну, пусть они не полюбят Аль-Каиду. И мы, кстати, наблюдаем сейчас, что и в Эдлибе, и в Восточной Гуте про-турецкие, про-саудовские группировки немножко сцепились с Аль-Каидистами. Потому что, когда у тебя над головой ласково покачиваются крылья отечественной российской авиации, то есть такая идея, ну да, что оттуда прилетит подарок. Хотя Рождество давно кончилось, и Новый год тоже, и Старый Новый год тоже. Но если прилетит, то мало не будет никому. И в конце концов, ну, я могу себе представить, что у нас на носу выбор. И нам немножко не до них. А если будет серьезно до них, то они же тоже не идиоты. А жить хочется. Отечественное руководство не ведет ковровых бомбардировок, после которых ничего не остается. И там через полгода, как в Раке, трупы не убранные под развалинами лежат. Это да. И не случайно же ООН-овцы категорически отказываются туда любые комиссии в эту самую Раку. Да хоть бы и в Иракский Масул отправлять. Потому что если эти комиссии туда отправить, с проверкой гуманитарной составляющей, то выяснится, что с гуманитаркой там как-то очень-очень грустно. Никакой гуманитарки там нет. А есть преступления против человечности. Ковровая бомбардировка американская. Это ж оно и есть. Они нас в этом обвиняют. А они-то этим занимаются. Вот этого наши не хотят там проводить. Именно поэтому с нашими ведут переговоры лидеры боевиков, которые, может, Асада терпеть не могут. Но к нам таких претензий не имеют, как к американцам. Не случайно у американцев не получается за Ефратом опора на арабов. Курды – да, араба – нет. Почему? А вот поэтому. Потому что демонстрация того, что такое демократия по-американски, в сирийском варианте, ну, это ковровая бомбардировка. После этого говорить, ну, мы пришли тут вам от Асада помочь избавиться к тем же самым кланам, племенам, которые только что вчера разбомбили. Ну, как-то очень сложно. Мы видим, как это происходит на юге, на Иракской границе, на стыке с Сирией. В Эт-Танфе то же самое. Никакие туда не пропускают, гуманитарные конвои, там ничего хорошего для местного населения не происходит. И выйти им оттуда не дают. Ну, они такой живой щит, прикрывающий боевиков. В этой части понятно, что сейчас, еще раз повторяю, особенно под президентские выборы в России, которые в это воскресенье. Будет усиливаться информационная война против России, будет усиливаться дипломатическая война против России, будет, безусловно, пытаться организовать химпровокацию на фоне этого. Ну, на фоне выборов, это же святое. А дальше посмотрим. Потому что, в принципе, кто предупрежден, тот вооружен. Военные наши 20 раз всем сказали, ребят, ну мы знаем об этом, грустно вам будет. А про Дамаск сказали уже, по-моему, ну так предметно, что не понять это может только клинический идиот. Опрос, между тем, продолжается насчет британского ультиматума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова